Что скажете про Тумсу? Про него у нас один дом. Говорите, что он. И дикие тех ущелья и племена, им бог свобода, их закон война. Они растут среди разбоев, тайных, жестоких дел и дел необычайных. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Почему ты обо всех преступлениях в Чечне говоришь так, как будто лично Кадыров их все совершил? Потому что так устроен мир, ответственность несет руководитель. Почему о всех преступлениях в нацистской Германии мы говорим так, как будто бы их лично Гитлер все совершил? Эти печи в фильтрационных или контрс-кантера каких-то там этих лагерях, их же не лично Гитлер топил. Однако мы же виним в этом Гитлера. Точно так же и здесь. Потому что мы не применяем двойные стандарты. Раз во всем виноват Гитлер, значит во всем также должен быть виноват и Кадыров. И Путин в первую очередь. В первую очередь в этом всем виноват Путин. Тумсу, я лезгин с простыми чеченцами живу, они тебя не поддерживают, не хотят спорить. Меня и не должны все поддерживать. Пророка Мухаммада, мир и моего усилия Аллаха, они все поддерживали. Так что я-то, кто перед ним, чтобы меня все поддерживали. Увы, но таков мир. Сколько людей, столько и мнений. Саламу алейкум. Тумсу, после того, как Терек переименовали в Ахмат, он стал играть намного хуже. Пусть у него старое название. Скажи спасибо, что они реку не переименовали. Я боюсь, что если они переименуют реку, то Терек начнет течь не в Каспию, не в Каспии, а из Каспии обратно. Так что давай, не буди лихо, пока оно тихо. В отличие от тебя, наш пророк, мир и моего усилия Аллаха, не противоречил саму себе. Ну, безусловно, я поэтому сказал, кто я такой перед пророком, мир и моего усилия Аллаха. Если даже тому, кто не противоречил самому себе, то был лучшим созданием этого мира, если даже были те, кто были недовольны им, то, конечно, будут люди недовольны мной, тем более, если я еще и противоречу самому себе. Тумсу недавно смотрел интервью Радуева. Так он говорил, что мы освободим весь Кавказ, хотят Кавказские республики этого или нет, это ведь завоевательские идеи. Тебе надо было еще посмотреть выступление Радуева, где он приговаривал Ельцина к смертной казни. Радуев был веселый парень. Он много интересных таких заявлений делал. Я подписал приговор, он сказал Ельцину. Удивлен твоей грамотностью и произношением. Благодарю. Сколько языков знаешь и почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Да и по-чеченски диалект у него странный, это нормально. Почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Потому что способность к познанию, это, ну не каждому человеку это дано. Понимаете, этим отличается тупой от дурака. Многие не понимают разницы между тупым человеком и дураком. А это совершенно разные люди. Интересно, Кадыров грамота разговаривает на чеченском языке? Поверь мне, нет. Он вообще не разговаривает на чеченском языке нормально. Он говорит на каком-то непонятно смешанном русско-чеченском языке, с каким-то проглатыванием окончаний. У него какой-то дефект речи. Короче, его очень сложно понять даже чеченцу, то, что он говорит. Что скажете про Тумас Водова? Про него у нас один да он. Говорит, что это он. Ну, все там думают, что он что-то представляет из себя. Он всего лишь болтун. За ним ничего не стоит. Я вас тоже прошу, да. Оставьте его, да. Не слушайте. Ну, просто интересно бывает, когда он ерунду несет. Когда наш брат, да, он чморит его там на его выступлениях. Ну, я иногда тоже сегодня, по-моему, да, он, а сейчас сегодня, да, он слушал, да, он, как он говорит, да, он, и как, да, он приводил пример наш брата. Пример, да, он приводил, да, он доказывал, что в его словах, ну, сколько он неправду говорит, сколько он чувств несет там. Это, он не самостоятельный человек, я вас уверяю, да, его держит, да, он, спецслужбы европейские, да, он, и он за это получает, там, копейки, там, и сейчас его, там, они уберут, там, как и остальных, там, и потом скажут, что Кадыров это сделал, да, он. Вот, вот, они что делали, используют, да, он, любят использовать, да, он, использовал, потом все, вот чтобы конец тоже был у них. Ах, такой, да, он, плохой, да, и про него, да, он, не стоит говорить, да, он, при жизни, да, он нам не мешает. Наоборот, помогает. Когда с ним что-то случится, да, он, то действительно он будет нам мешать, да, он, поэтому мы должны, да, он, его охранять, да, он. Потому что он ничто. Он не он, не она, он, можно сказать, он он, поэтому с ним лучше не связываться, да, вот оставьте болты, надо, пусть болтает, вот как неваляшка есть, там, 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 вот его роль в жизни, да, если он мужчина, да, если он говорит, его там незаконно забрали, пытали, что ты делаешь там, да, он, приезжай, да, он, ну, покажи себя, да, надо же отомстить, отомстить, да, за то, что с тобой сделаю, да, он скажет, да, придет время, там, год, два, три, пять, потом я это, ну, это болтологи, да, такие болтологи, мы многие видели, поэтому про него, да, он, я вас прошу, кто, да, я, наших братьев, да, он, ставьте его, да, пусть дальше, да, он, если мы хотим ему помещать, мы должны его забыть, вот для него это, знаешь, проблема, да, он. Что вам в Грузии больше всего понравилось? Говорят, слушай, в Грузии мне много чего понравилось, у меня очень хорошие впечатления от Грузии, начиная от природы грузинской, заканчивая людьми грузинами, это место для меня очень такое родное, Грузия. Все равно вот этот кавказский менталитет, он, это что-то такое прям родное, ты, ты скучаешь по этим вещам, когда ты выходишь вот из этого, из этой обстановки. В Грузии, например, бывало так, частенько, что ты, например, вот я стою в магазине в очередь, и со мной, например, там мой ребенок какой-нибудь, и спереди стоящий, допустим, грузин, он только раз посмотрит на ребенка, берет там какой-нибудь чупа-чупс там, жвачку и дает ребенку, оплачивает, уходит. Или, например, ты гуляешь, там со своей семьей идешь по городу, и какая-нибудь бабушка такая останавливается, ой, там какие детки красивые, минутку, там раз залазит в сумку, что-то находит конфеты и угощает. Это, это такая чисто кавказская вещь, ее нет за пределами Кавказа, вот этого нет. Здесь, если ты там, не то что там что-то попробуешь ребенку дать, ты просто его, понравится тебе этот ребенок, ты там захочешь его как-то там приласкать, да, подшутить с ним, родители могут это неадекватно понять, чуть ли позвонить в полицию и сказать, что ты там домогался до ребенка, то есть понимаете, насколько это разные, как бы, культуры, разный менталитет. Поэтому Грузия, это для меня, это такое очень родное место. Алекс снова. Абу, здравствуй, здоровья тебе и твоим близким. Я русский и вырос на русских сказках, колобок, аленький цветочек и так далее. А на каких сказках чеченцы растили своих детей? Тебе какие рассказывали перед сном? Или с детства дети мусульман перед сном Коран слушали? Здравствуй, Алекс, снова. Знаешь, у Лермонтова есть стих, это или поэма, кажется, называется... Валерик, по-моему, называется. Там есть такие слова. И дикие тех ущелий племена, им бог свобода, их закон война. Они живут среди... Они живут среди чего-то там явных, каких-то дел и дел необычайных. Я забыл сейчас, в общем, как. Ну, в общем, там есть такие слова. Там дети... А, нет, надо загуглить. Короче, ладно, не работает. Но там есть такие слова. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Это Лермонтов написал такие слова. И действительно, раньше детей, когда дети плакали, мой отец мне это рассказывал, что детей пугали, говоря... Гас хи вон, гас хи вон. То есть, идет русский. Русский солдат, типа. Так что в сказке, я, честно говоря, не помню, мне не рассказывали сказки. Ни колобок, ни аленький цветочек. У меня этого не было. Я вырос на мультфильме Том и Джерри. Это был самый главный интересный мультик моего детства. Я вырос на играх Дэнди, Сега, потом Плейстейшн. Сказок не помню. А, вот там приводят эти слова Лермонтова. Сейчас я зачитаю. И дики тех ущелья и племена, им бог свобода, их закон война. Они растут среди разбоев, тайных, жестоких дел и дел необычайных. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Вот он был магистр слова, да, Лермонтов. Лермонтов, Пушкин, конечно, мощные поэты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok